Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях депутат Московской городской думы от фракции КПРФ Евгений Викторович Ступин. Добрый день, Евгений Викторович! Да, Олег, привет! Друзья, здравствуйте! В какой день на голосование идти, Евгений Викторович? 19 сентября. 19, конечно, первые два дня не надо идти, потому что ни в коем случае. Потому что, понятно, сейф-пакеты будут заменены ночью, никто их контролировать не сможет, так, как нужно, и ни в коем случае не голосовать, конечно, электронно, потому что это тоже считать, что голос отдаешь Единой России. 19 сентября все идем на выборы и голосуем. Будет, по сути, выбор из двух партий КТК ПРФ и Единая Россия. Есть, наверное, достойные люди и в других партиях, ну, например, в Яблоке. Я знаю там сам несколько достойных людей, скажем так. Ну, мы понимаем, что ни Яблоко, ни там условный РПСС, ни кто-либо еще там, которые могут там как-то понравиться людям, да, которые увлекаются политикой, они не пройдут в Думу, не наберут 5%. То есть, соответственно, когда вы отдаете голоса вот этим партиям, вы, по сути, также их отдаёте Единой России. Пройдут, опять же, вот четыре партии, Справедливая Россия, ну, под вопросом, ну, ЛДПР, КПРФ и Единая Россия. Справедливая Россия, ЛДПР – это провластная партия, единственная оппозиционная КПРФ. Евгений Анатольевич, а почему бы вот такую вот простую концепцию, в конце концов, люди же уже всё понимают, чем ближе ко дню голосования, тем чётче становится картина. Ведь всё же очевидно, что действительно единственная сила на сегодняшний день, которая может хоть как-то противостоять Единой России – это КПРФ. Почему бы просто этим принципом не руководствоваться? Все идём и голосуем за единственную оппозиционную силу, которая есть на сегодняшний день, пока её не сняли. При этом я принимаю как бы претензии, сейчас, возможно, кто-то в комментариях напишет, наверное, правильно напишет, какие-то претензии КПРФ, они есть, и, скажем, я изнутри, находясь в партии, и вижу, что здесь ещё много что нужно улучшать, очень много что нужно улучшать, но на сегодня никакой другой даже близко находящейся силы, которая способна противостоять Едру, нет в России. Так что идём на выборы, 19 сентября и голосуем. На ваш взгляд, дойдут ли кандидаты от Левого Блока, КПРФ, Левый фронт до выборов непосредственно, или есть угрозы и предпосылки, что их могут снять? Угрозы есть, конечно, об этом, в общем-то, достаточно откровенно говорят уже некоторые политологи, в том числе такие, так скажем, аффилированные с Кремлём, ну там, Павловский, например, ещё недели три, по-моему, назад говорил о том, что вариант снятия КПРФ рассматривается. То есть это, я так понял, вариант обсуждается, все смотрят вот эту социологию закрытую, которая нас не допускает. Я думаю, все понимают, что в ЦИОМ и ФОМ там, как бы, это не та социология, которой руководствуется Кремль. Это для нас социология, которую государство выдаёт для нас. У них там всё по-другому, они другое совершенно считают. Вот поэтому они так ускоренно решили дать вот эту подачку перед выборами, видимо, там совсем всё плохо. И если вы помните, Путин же говорил о том, что вот эту подачку выдаст Единая Россия, если победит на выборах. То есть вот такая она заброса была, что сходите на выборы, проголосуйте. А потом, видимо, поняли, что совсем всё плохо, и решили, вопреки вот этому слову Путина, которое, видимо, уже ничего не стоит, дать сразу. Вот со 2 сентября сообщение, что начинаются эти выплаты. Ну, как это? То есть для чего это? Понятно, для чего. Потому что всё, плохо стало. В этих условиях, к сожалению, нельзя исключать снятие КПРФ с выборами. То есть в целом как партии, получается, или отдельных кандидатов в пенинг? Я думаю, нельзя исключать даже снятие как партии. Я не утверждаю, что это будет, и надеюсь, что этого не будет. Но такой вариант, он возможен. Власть боится. Боится результатов выборов, страшно боится. Это ответ всем тем, кто считает, что всё предрешено, всё схвачено, что что-то делать, идти на выборы бесполезно. Если вы вспомните прошлые выборы в Госдуму 2016 года, если вы вспомните выборы 2018 года в президенты, любые другие выборы, нигде никаких подачек не было. Да, это мизер, 10 тысяч, безусловно. Это вообще не деньги. Но, тем не менее, даже этого они раньше не давали. Для них любая копейка, которую они дают людям, они всё равно что-то от себя оторвают. Потому что бюджет они считают своей собственностью. И Путин, и, соответственно, его ближайшее окружение. И то, что они решили издать эти деньги, это значит, что несмотря на многодневное голосование, несмотря на электронное голосование, несмотря на репрессии, несмотря на то, что там поснимали кучу кандидатов, несмотря на всё это, они абсолютно не уверены в результатах. Они страшно боятся этих выборов. Они страшно боятся, что мы придём на выборы и проголосуем. А если мы проголосуем, то мы, понятно, как проголосуем. Явно не за единую Россию. И поэтому в топку кидается последний аргумент. Деньги – это самый последний для них аргумент, потому что они отрывают от себя. Это их личное. Так они понимают бюджетные деньги. Они их отрывают, чтобы, соответственно, хоть как-то переманить людей на свою сторону. Хотя бы свой базовый электорат, как они его считают, пенсионерам. При том, что пенсионеры – это самые нищие. Самые нищие в нашей стране. Это обидно, на самом деле. Смотришь, как там в Европе пенсионеры в Турцию ездят отдыхать на всю зиму. Потому что, ну, вот так им удобно. Что у нас пенсионеры могут себе позволить? И вот сейчас вот этой подачкой они пытаются заманить их, чтобы еще пять лет терпили единую Россию. Но помимо этого, это нам еще говорит об отсутствии каких-то системных решений. То есть власть прекрасно понимает, что пенсионеры нищие в большинстве своем. И вместо того, чтобы поднять пенсии в два раза, предположим, то, что могло бы как-то повлиять на ситуацию, вместо того, чтобы снизить пенсионный возраст, вместо того, чтобы увеличить какие-то там, сделать ЖКХ бесплатным для всех пенсионеров, тоже могло бы существенно повлиять на их финансовое положение. Нет. Они дают разовую подачку прямо под выборы. Вот прямо за неделю до выборов. Это подкуп просто. Поэтому, с одной стороны, это беспомощность власти в отношении принятия каких-то системных решений по улучшению, соответственно, положения в стране. А с другой стороны, это страх власти перед собственным народом. В любом случае, недовольство, оно только нарастает. Мы видим, что, несмотря на все вот эти меры, которые сейчас предпринимает власть, рейтинг-то не растет. Наоборот, рейтинг Путина упал. Единая Россия рейтинг падает. Даже на подачке, последние вот данные смотрел, на 0,1% всего лишь вырос. 0,1%. И это по данным вот этого ФЦИОМа. ФЦИОМа или ФОМ, ну, в общем, государственного опроса. На 0,1% всего лишь. О чем говорить? Вообще никакого результата даже эти подачки уже не имеют. Народ уже просто так не облапошен. Вообще, что говорят люди? Что говорят ваши избиратели про последние подачки так называемые? Как-то меняется психология у людей? Может быть, как-то задумываются они об этом? Какова реакция на Земле? Ощущение, что реакция полного равнодушия. Вот дали 10 тысяч. Ну, хорошо, возьмем. Понятно, никому не лишним. Но никто не воспринимает, что теперь надо голосовать за единство России. Просто как пустота, пролетели. Люди понимают, что ничего качественного в их жизни от этого не поменяется. И, соответственно, как-то менять взгляды на систему власти, на то, как у нас устроено общество или на нашу жизнь никто, естественно, не будет. А выборы, ну, сейчас до многих все-таки стало доходить понимание, что выборы – это важно. От выборов зависит наша жизнь в ближайшие годы. Вот последняя информация тоже, зачитая на поддержку экономики и инфраструктуры, будет направлено более 1,5 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. Это, помимо прочих еще обещанных денег на разные проекты, то, что на прошлой неделе нам... Ну и по структуру, это что? Это, считай, половина там точно олигархам отойдет. Вот как раз таки, Евгений Викторович, как вы думаете, дойдет до людей очередные миллиарды? И кто вообще это за очередной жест такой? Ну вот 10 тысяч, я думаю, дойдет. Это понятно, что власть за счет этого рассчитывает купить людей. А вот эти триллионы все, нет, они осядут у олигархов, естественно. А людям, я боюсь, больших плюсов не будет. А если и будут такие инфраструктурные проекты, во-первых, они неизвестны, сколько затянутся, а во-вторых, по многим им еще неизвестно, где больше плюсов, а где минусов. Если взять Москву, например, вот эти хорды разные, когда вырубаются Кускова по радиоактивным могильникам, мы понимаем, соответственно, как жители считают, строятся эти хорды, если говорить по юго-восточному хорду, вырубки лесов постоянные. То есть, естественно, я очень боюсь, что вот эти деньги, они еще и в минус пойдут, во вред жителям обычным. То есть, это может идти в плюс, если бы эти проекты не обсуждали с людьми. И, например, с жителем, почему они иногда говорят, ну что, теперь вообще ничего не строить? Да нет, можно строить. Просто ты приди, соответственно, в район какой-то, где ты собираешься хорду тоже делать, начни с людьми нормально разговаривать. Да, мы вашу жизнь сделаем сложнее. За это мы вам, например, делаем ремонт в квартире, такой, что полная шумоизоляция. Вас расселяем, вам там какие-то деньги дадим или какой-то отдых бесплатный, ежегодный вашим детям, за что вам такая компенсация. Да, будет дороже. Да, меньше своровать придется. Но тогда жители будут довольны. Тогда не будет никаких протестов. Можно договариваться. И когда вот на этих всех условиях каких-то договорились, идеально еще выносить все это на местный референт. Жители согласны или нет. Если не согласны, значит, мы их не убедили. Геннадий Викторович, еще тематику выборов затронем. Как проходит предвыборная работа ваших товарищей? Как вообще обстановка предвыборная? Тяжелая обстановка, конечно. И кубы запрещают вставить, и финансирование, понятно. Оно вообще не то, что рядом не стоит. Это какие-то абсолютно различные порядки с единой Россией. Вот нас даже часто спрашивают, почему, где ваша агитация КПРФ? И меня часто спрашивали, когда в 2019 году я на выборы шел. Логичный вопрос на самом деле, правильный вопрос. Почему вы не видите агитации на каких-то счетах, стендах в городе? Да потому что это все «Единая Россия» скуплено. Потому что у них просто море денег, которые они тратят на эту агитацию. У нас таких денег нет. И даже когда какие-то деньги небольшие появляются, ты покупаешь плакат, ты хочешь его повесить официально, тебе отвечают, что нет, это невозможно, уже все раскуплено, все места заняты. Я сам с этим сталкивался, я понимаю, что сейчас кандидаты в этом смысле вряд ли что-то сильно поменялось. Тоже самое, они пытаются, все знают вот эти стенды, которые висят у подъездов. Туда невозможно зайти, кандидат от КПРФ. Я вижу там только ЛДПР, Единую Россию и агитацию к электронному голосованию. То есть все провластное. Все, что за власть, там висит. Все, что критикует власть, там КПРФ, вы там никогда не найдете на этих стендах. А если она и привисит, там после того, как наши кандидаты появятся, то совсем немного его в жилищных сдерет. Незаконно. Любая наша агитация, вот ты вешаешь, например, больше часа. Но это же уголовное преступление, наверное, Евгений Ильич, вы как юрист можете сказать. Вот если мешать агитации, это же, наверное, статья какая-то, административная поправительность. Да, ну кто будет? Мы писали заявление по этому поводу, фиксировали на фото, на видео, отправляли. У меня масса вот этих материалов по моей еще компании. Сейчас я вижу, это происходит по некоторым. Нет, жилищнику четкое указание. Ну, там ребята, понятно, приезжие из стран СНГ, они, даже если бы, там, я не говорю про то, что у них там совесть есть или нет, вопрос в другом, что они даже, ну, не вникают в это. Они приехали на заработки, вот там на заработках, соответственно, как участвуют, а те их эксплуатируют и пользуются. Это к вопросу о том, почему так не любят в жилищники нанимать российских граждан. Потому что приезжих и бесправных людей намного легче эксплуатировать. Есть ли та черта, за которую власть просто не осмелится перейти, чтобы фальсифицировать выборы? Смотрите, власть же, это же не что-то такое монолитное. Вот один человек сказал и все вот сделали. Нет, такого не бывает. Сегодня многие начинают понимать, что куда-то не туда движемся, живем все хуже, денег все меньше и за эти же деньги тебя требуют фальсифицировать еще больше. Ну, я говорю там про тех, кого заставляют фальсифицировать. Естественно, люди недовольны, люди делают это с меньшим желанием, люди вообще некоторые игнорируют уже многие вот эти все указания. Тут не то, что черта в плане того, что если бы они могли фальсифицировать, конечно, они бы фальсифицировали. В том-то и дело, что их возможности уже очень ограничены. Вот так просто сказать и вбрасывать, и все вбросят, под козырек возьмем, такого нет. Ну, может быть, там в южных республиках где-то так и происходит, но там на Урале, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, попробуй так, скажи, люди, что там тебе ответят. ну, единицы, кто, соответственно, прямо вот будет подчиняться этому. Так что, я думаю, что будет тяжело все для власти, и там многие это понимают, что даже их вот эта структура, почему даже вот сейчас даются по 10, по 15 тысяч полицейским, военным, потому что в их лояльности никто не уверен. Нет уверенности, уже там саботаж на местах начинается. Такой небольшой, еле заметный, такой, не сильно хотят где-то кто-то там арестовывать, да, мы сами с этим сталкиваемся, в Москве, даже вот в районных отделах. Никто не хочет там этих пятичков арестовывать, никто не хочет, и любыми способами рядовые полицейские, они пытаются от этого отбрыкиваться. Я могу привести просто ряд примеров, например, по, соответственно, по юго-восточной тоже городе, у нас по мусоросжигательному заводу, когда были протестные акции, ничего полиция не делала сейчас. То есть, вот просто наблюдает, и все, потому что, ну, они же видят, что общественного порядка никто не нарушает. Да, там люди собрались возле мусоросжигательного завода, полицейские сами подходят, да нам он тоже надоел, мы тоже этим смрадом дышим. И чего, и зачем им это? То есть, выборы, они не на Лубянке происходят, они по всей стране происходят. В школах там где-то, ну, в школах в основном, да, и там стоят рядовые полицейские, рядовые учителя, не те, которых вот направляют, соответственно, на задержание. Нет, на задержание, соответственно, по политическим мотивам. Нет, там вот люди обычно, которые не хотят особо с политикой никак связываться, тем более, не хотят фальсифицировать. Они не горят желанием, что-то здесь делают, даже по приказу, тем более, там где-то в отдаленных каких-то деревнях, там я не исключаю, что будут очень добросовестно считать. В полиции рядовой состав и, скажем так, младший начальствующий состав, средний начальствующий состав, они недовольны, они очень недовольны, потому что сама система госслужбы у нас, в полиции в особенности, она построена на унижении человека, унижении человеческого достоинства практически на каждом шагу. Особенно это стало проявляться после повышения зарплат полиции, переименования из милиции в полицию в 2011 году это произошло. Вот тогда унижения прям у них пошли, массовый характер стали носить. На любые какие-то замечания свои ответ один идите в народное хозяйство, идите в народное хозяйство. Постоянно переработки это считается нормой, это не то, что ты переработал, тебя кто-то поблагодарил. Нет, это норма. А вот если ты не перерабатываешь, тебе наоборот ты отрываешь время от семьи постоянно, от своего досуга. И это никто не ценит. И платят-то за это, ну что, прям огромные деньги, что ли? Давайте посмотрим. Ну, сколько там полицейских, которые приходят на службу в Москве, получают? Ну, там, 40-50 тысяч. Это предел мечтаний? Ну, может быть, на начальном этапе это ещё как-то можно, но мы понимаем, это не те деньги, за которые ты будешь ежедневно терпеть унижение в Москве. походим. Евгений, коснёмся немножко законотворческой работы. Вот у нас, в частности, новый президентский указ разрешает чиновникам иметь иностранное гражданство. Мы частично эту тему затронули уже, если не избавиться, если не удаётся избавиться от второго паспорта. Какую оценку в целом можно дать подобным инициативам президента? По Конституции уже нельзя, иностранное гражданство голосовали же вроде как за Конституцию. Ну, какие? Он уже, начиная с пенсионной реформы, я думаю, такой вот красочный штрих был, когда мы поняли, что президенту вообще верить нельзя. То есть он и обещал в 2005 году, что пока он президент, пенсионный возраст повышен, повысил. Обещал ему перекраивать Конституцию и перекраил. Так что обещал там при поправках в Конституцию, что с экологией будет всё в порядке, а мы видим, что одни ухудшения соответственно идут, что никаких улучшений нет. Ну, так во всём. Ложь, обман. Это, к сожалению, уже не удивляет, но надо просто понимать, что раз это уже происходит всё чаще и чаще, ну, дальше после выборов, если они выиграют, мы просто, мы и так оживём во лже, а будет вообще одна ложь. Вот как раз таки, Евгений Викторович, следующая информация, законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов, будет представлен в осеннюю сессию Госдумы, сообщил член комитета Нижней палаты по информполитике Антон Горелкин. На ваш взгляд, вот какие первоочередные законопроекты готовят нового под контрольная дума, если им удастся пройти и взять там большинство, что нам ожидать, на мой взгляд? Ну, я думаю, по двум направлениям основным пойдёт работа. Это, безусловно, ограничение интернета, имеется в виду, в первую очередь, наверное, социальные сети. И второе направление это налоги, повышение налоговых и иных там скрытых платежей с нас, с жителей, с бизнеса. А что, недостаточно налогов сейчас разве? Богато живём? Нет, ну, посмотрите, аппетиты растут правящие верхушки, да, олигархи богатеют, прибыль банков растёт, Путину всё новые дворцы нужны, на это всё нужны деньги, а кормовая база снижается, потому что экономика монополизирована, но когда нет конкуренции и нет государственного контроля, то есть, если в Советском Союзе у нас конкуренции, грубо говоря, вот так, как она в рынке предусмотрена и не было, но был госконтроль серьёзнейший, в том числе был партийный контроль, реальный партийный контроль, то есть, его все боялись, ну, не дай бог ты сорвёшь там задание, которое там, план на пяти лет, ты, соответственно, будешь отвечать перед партией, сейчас ничего подобного нет, и рынка нет, как он есть на Западе, то есть, мы вроде как ушли от коммунизма, а к рынку не пришли, и вот у нас такая средняя, наихудшая сейчас система, и не коммунизм, и не рынок, соответственно, будет дальше только хуже, идёт монополия, которая никем не контролируется, то есть, вот эти монополисты, видимо, там какой-то сговор с органами власти, мы понимаем, просто так, как они происходят, всё, они будут богатеть дальше, они будут дальше просить субсидии из бюджета, для этого ещё деньги потребуются, откуда деньги брать, ну, с нас, с гражданами. Евгений Викторович, Россия за последние 20 лет вернула себе достоинство на международной арене, об этом заявил Сергей Викторович Лавров, как вы полагаете, Евгений Викторович, граждане России испытывают такие же чувства, как министр иностранных дел? Я думаю, большинству уже вообще всё равно. Есть какое-то достоинство на международной арене у России или нет, основное достоинство любой страны измеряется в том, насколько достойно живут её граждане. Это ключевой признак. Если граждане живут недостойно, то, что делается где-то на международной арене, им уж становится неважно абсолютно. Ну, а сам тезис, как минимум спорен тезис этот. Нас исключили из восьмёрки. Нас обложили санкциями наиболее развитие государства мира. Зато мы сотрудничаем вот сейчас с Талибаном. Запрещенным террористической организацией. Террористической организацией, которая российскими судами признана террористической. Мы с ними сейчас сотрудничаем почему-то. Я не понимаю, как это. каких международных успехов речь-то сейчас может идти. Если брать даже постсоветское пространство, ну, мы видим, с Украиной рассорились. С кем там? Азербайджан, по сути, к Турции отошёл. Узбекистан, Таджикистан, ну, да, там вот мигранты к нам ездят. Они вроде на нас пока ориентируются, хотя там тоже у Китая уже, наверное, больше влияния. Беларусь только за счёт того, что огромные кредиты туда идут, вот Лукашенко держит. Им просто не за полу больше держатся. Понятно, что как только там смена власти произойдёт, там изменится отношение к России очень сильного руководства, неизбежно просто. Так о чём, о каких успехах речь общая. Я даже, ну, можно подискутировать на эту тему, но пока они не очевидны успеть, если честно. Сергей Шойгу заявил, что против России ведётся глубокая в кавычках работа, вдоль границ создаются центры антироссийской пропаганды, по словам министра, это в Риге, в Таллине, в Варшаве, в Хельсинки. Здесь же Шойгу говорит, Россия будет увеличивать скорость, дальность, точность своих гиперзвуковых ракет, это на встрече с Владимиром Соловьёвым. И господин Рогозин заявляет, Россия готова к отражению любого удара, в том числе и в посмосе. Это в интервью газете точка.ру. Кольцо сжимается, Евгений Викторович, да, сплотимся перед врагом. Ну, по поводу Рогозина, тут вообще смех на палке, если честно. Вспоминаем, как он про батут рассказывал, да, американцам, и на батуте в итоге он сам прыгает. То есть, да, мы при «Единой России», при Путине, мы, например, затопили, как вы помните, нашу космическую станцию «Мир». Сейчас речь идёт о том, что мы должны отказаться вроде как от нашего сегмента на МКС и строить новую станцию. Зачем мы тут оттопили, я не могу понять. Вот зачем? И этот Рогозин, он же по образованию журналист. Журналист. У него нет никакого ни военного, ни космического образования. Вот журналист нам говорит, который предлагал прыгать на батуте американцев. Американцы сейчас одна компания за другим запускают туристов в космос. И вот этот журналист нам сейчас рассказывает, что он будет отражать атаки в космосе. Ну смешно же просто, я не знаю, как так-то? Шойгу? Ему, конечно, имидж, имиджмейкер у него получше, чем у Рогозина, да? Но он-то кто? Он же тоже не кадровый военный. Нет военного образования. Никакого. Просто вот финансирование побольше в армии, вот там как-то держится еще на советской мощи, за счет вот этих денег бюджетных огромных просто, которые вливаются. И вот эти двое профессионалов нам рассказывают, как они будут защищать рутика.